А кто это приехал погулять с крестной? Ваня? Так, ребята, мы приехали в Тейкобум. Ксюха, так прикольно тебя тут. Ой! Тебе нравится? Ваня? Слушайте, это такой спорт оказывает, я у него вся мокрая, за ним бегаю. А он требует еще и еще. Кто в теремочке живет, а? Кто в невысоком живет? Ваня? Ой, Ваня, я за тобой не успеваю. Ваня? Вкусно тебе, да? Ммм, как вкусно у тети Ксюши в гостях. Посмотрите, это фирменная пицца. Тейка называется. Еще хочешь, да? Давай еще. Понравилось? Подожди, подожди, я тебе помогу. Помогу тебе. У меня сегодня на повестке дня печенье. Кстати, кто их не готовил, на страничке у меня есть сохраненные. Они просто бомба. У меня муж без них вообще жить не может. Помидоры буду закрывать, все вам покажу. Котлеты буду делать и вкусную овощную запеканку тоже покажу. Так, ну что, у меня все готово. Вам показывать процесс? Или все и так все знают? У меня помидоры сливка. Я предпочитаю закрывать небольшие помидорки. Их удобно кушать, удобно из баночки вытаскивать. Они, видите, такие небольшие, очень сладкие. Дальше почистила чеснок и порезала его обязательно, так он больше аромата даст. А сельдерей, который вот стебель, тоже вот на такие кусочки я порезала. Болгарский перчик я порезала. Это базилик. Базилик обязателен здесь. Можно фиолетовый, можно зеленый. Тут без разницы. Вот так вот порвать на листочке, на веточке. Листья черной смородины пахучи. Здесь у меня петрушка. Тоже, видите, так она порезана достаточно крупно. Укроп также порезан. И кинза. Банки я помыла, простерилизовала. И вот я начинаю их заполнять. Сельдерей, чесночок. Ну, в общем, все, что вам сейчас до этого показала. Вот так вот выглядит банка. Чесночок, сельдерей, болгарский перец, кинза, укроп, петрушка, обязательно базилик. И сверху помидоры, вот прям до краев. То есть еще один можно втолкнуть. Укладывать надо все плотненько, но и не раздавить. И сверху я все помидорки вот так вот листиками базилика закрываю. Вот так это выглядит. Вообще, смотрите, по поводу трав, специй. Здесь все на ваш вкус. Здесь могут быть любые вариации. Очень классный союз, конечно, у сельдерея с помидорами и у базилика. И я обязательно добавляю. Для меня это такой самый лучший вкус. А тут как ваш фантазия разгуляется. Все баночки готовы. И сейчас кипятком я заливаю каждую банку и накрываю крышкой. И вот с этого момента, если вы работали в перчатках, то перчатки снимаем, потому что с кипятком мы в перчатках не работаем. Кипяток мы льем аккуратненько. И вот как раз я стараюсь слить его именно на этот листик базилика. Аккуратненько, потихоньку льем. Здесь мы не торопимся. Детей подальше убираем. Кипятком залили. И вот так вот накрыли крышечкой. Кстати, вот эти крышки мне нравятся больше всего. С ними ни разу у меня не было проблем. А брала до этого другие. Ух, намучилась я. Посыпались вопросы. Соль, сахар. Вы подождите. Это же процесс приготовления. Пока что мы залили первым кипятком. Рассолом мы будем заливать позже. Я все подробно расскажу. Итак, рассол в отдельной кастрюле. Значит, на полтора литра воды. Две столовые ложки соли. Три столовые ложки сахара. Лавровый лист. Перец горошком душистый. И обычный черный перчик немножко я кладу. Это все должно греться, кипеть вместе с водой. А в это время наши баночки с первым кипятком стоят вот таким вот образом. Это у нас минут 15-20 все должно постоять. Так, сейчас поясню быстренько, чтобы все поняли. Полтора литра рассола это, как правило, на трехлитровую банку. Плюс-минус. Все зависит от того, как плотненько вы укладываете помидоры. Ну, приблизительно так. Вы по количеству своих банок считаете и примерно рассчитываете, сколько рассола вам понадобится. Естественно, я всегда делаю его больше. Я уже давно не закрываю трехлитровые банки. Я закрываю полтора литровые, литровые. Открыл, поел и все. У мамы был диплом технолога-консерватором. И именно по этой причине мы никогда, никогда за всю свою жизнь мы не покупали консервированные всякие вот эти вещи в магазинах. Потому что мама видела, как их готовят на производствах. И плюс ко всему, я не люблю уксусные огурцы, уксусные помидоры. Только домашние я воспринимаю. И, конечно же, то, что приготовлю, когда-то готовила это мама. Рассол кипит. Помидоры постояли. Вам понадобится такая крышечка. Ее одеваем, эту крышечку, в кипяток. Сливаем этот первый кипяток. Заливаем рассолом и закатываем. Я сейчас напишу, сколько уксуса надо добавлять.